Добрый день, друзья! Житомир, Житомирская область, как всегда, на Варте. Сегодня 30 августа 2021 года. Мы приехали опять полным комплектом. Приехал Житомир, Житомирская область. Вот, ну, смотрите, у нас затишье. Мы ждем переговорного процесса с правящей партией, с партией зеленых, с офисов президента, с депутатами от правящей партии, которые каким-то образом подали наш законопроект, который был сделан за наши деньги, за деньги предпринимателей всей страны. Мы сбрасывались на этот законопроект с каждой области, но каким-то образом он попал от отдельного депутата. Он его подал от себя. Как вы знаете, этот депутат Пан Тищенко... Мы, конечно, очень обеспокоены этим фактором, потому что мы не хотим, чтобы Пан Тищенко подавал от себя наш законопроект. Мы хотим, чтобы его подал сам Пан Зеленский, то есть наш президент. Я обгрунтую это, потому что, вы знаете, Пан Тищенко есть неординарная особа, вряд ли за его законопроект будет проголосована оппозиция, пани Тимошенко, паном Порошенко, другими оппозиционными депутатами межфракционными и партийными. Если подаст нас законопроект Пан Зеленский, то это будет стопроцентная проходимость и в его партии зеленых. И, в принципе, очень многие оппозиционные для поднятия своего рейтинга тоже за него проголосуют. То есть это будет наша победа. Но что случилось, то случилось. Я пока не буду называть громкими словами, что это там предательство, и это очередная уловка правящей партии, нашей власти. Хотя, моя думка, это так и есть. Но мы продолжаем борьбу. Мы все-таки пытаемся, чтобы Пан Тищенко отозвал от себя этот законопроект, так как это, в принципе, наша собственность. Мы имеем полное право подать в суд в данный момент, потому что мы опубликовывали неделями раньше этот законопроект от нашего движения «Руха Сейфоб». И, ну, вы прекрасно знаете, как работают наши суды. Это может затянуться на месяца, а то и на года. Нам некогда ждать. У нас времени осталось до 1 сичня 22-го рока. И мы не можем тянуть это. Мы будем любыми способами добиваться, чтобы этот законопроект Тищенко отозвал от своего имени и подал его пан Зеленский. Ну, что еще сказать? Борьба продолжается, варты продолжаются. Мы сегодня приняли решение покаместь не озлабливать нашу власть, так как идет переговорный процесс. Но с завтрашнего дня каждая варта, которая будет приезжать, будет по 2, по 3, по 4 человека, максимум по 5, все-таки проходить кварталом. То есть, вот что находится за за нашим журналистом, банковский офис президента, Верховная Рада, Кабинет Министров. То есть, президентский квартал, или как он называется? Правительственный. Правительственный квартал, да. Будет обходить без флагов, без дудок, просто в нашей символике, в кепках, в футболках, показывать то, что мы не уходим, то, что мы не сдаемся. И мы будем показывать, что все-таки нужно решать нашу проблему. Если же наша проблема до осени не будет решена, вот тогда уже, честно говоря, я не могу не ручаться ни за своих коллег, ни за других сил, которые сейчас очень сильно заинтересованы в том, чтобы эта власть ушла. ФОПы заинтересованы только в решении нашей проблемы. ФОПы не хотят нарушать закон, ФОПы не хотят нарушать Конституцию Украины, ФОПы хотят решения нашей проблемы, за которой мы боремся с выростня 19-го рока. мы периодически сюда приезжаем и с 15-го грудня мы стоим здесь на Майдане постоянно. Каждый день, каждую ночь. Уважаемая власть, решайте нашу проблему. Решайте. Иначе мы решим вас. Вот сказали тут посторонние люди, которые мимо проходили. Или решат за вас это те направления, те силы, которые не заинтересованы ни в вас, ни в Украине. Спасибо.